В фойе театра «Наш дом» романтическая музыка, а артисты создают праздничную атмосферу и встречают, пожалуй, самых культурных людей-химок. Здесь художники и музыканты, библиотекари и педагоги профильных училищ, те, кто несет в массы искусства. Но иногда и совмещают эту благородную работу сообщественной, как, например, директор детской школы искусств и по совместительству член общественного совета «Химкин интересно жить» Инна Монастырская. Культурные люди нашего города – это команда жизнерадостных, целеустремленных людей, бесконечно преданных своему делу. И мой коллектив, наш коллектив Центральной детской школы искусств – это люди, которые вкладывают всю свою душу в развитие и культурное воспитание подрастающего поколения. А ведь дети – это наше будущее. Химкинские учреждения культуры – это 5 тысяч детей, занятых искусством, более 200 творческих объединений. За воспитание молодежи в частности и в целом за вклад в развитие культуры десятки деятелей искусства удостоили дипломами и грамотами. По словам замглавы города Ирины Теслевой, Химкин не случайно является одним из самых культурных городов региона. 11 учреждений культуры работают на территории городского округа, и в них находятся более 700 педагогов, деятелей культуры и искусства, которые дарят нашим жителям и праздники, и творчество, и умение творить, и наш город поистине культурный город Подмосковья. Мало таких городов, где есть такой великолепный театр, есть такая великолепная картинная галерея, есть такая великолепная детская Центральная школа искусств, которая является культурным достоянием России. Огромные сети библиотек, музеи, выставочные залы. И все это делают и организуют люди, которых мы одним словом называем работники культуры. И именно работники культуры должны быть в числе первых, кому необходима поддержка государства, уверена депутат Государственной Думы Ирина Роднина. У нас последние годы, несколько лет, вернее, правильно сказать, идет такая очень серьезная программа поддержки библиотекарей и библиотек. У нас идет поддержка театров малых городов. Это очень хорошая программа, потому что, понятное дело, что малые театры небольших городов, они не могут рассчитывать на какую-то рекламу мощную, на каких-то мощных спонсоров. У них нет такого количества посадочных мест, чтобы что-то окупать. По окончании торжественной части работникам культуры подарили два творческих подарка. Музыкальное выступление певца Николая Бурьяновского. А затем химчанам показали пьесу «Человек из Подольска». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова